Много происшествий. Не знаю, что и в каком порядке говорить. Быстро скажу, что сегодня играл в одном месте в рощинской музыкальной школе. Ой. Ну, на необычном инструменте играл, не скажу как. Ой. Что-то там в кадр такое помещается, что просто ужас. Ладно. Ездил я туда необычно, но сначала здесь вот в Питере смотрю какой-то конвертик написан с Ожидеством Христовым. Думаю, ну ладно. Положил. Думаю, кто-то меня приобщает к западным верованиям или что-то. Не важно. И поехал, в общем. А там, я не знаю, как это все рассказывать. Я приехал на час раньше до электрички быстрой, до Рощина. И решил просто погулять по району. Смотрю, аптека. Начал узнавать цены, а там, в общем, лекарство, которое мне кое-где прописали. Оно дорогое. И тут тоже дорого стоит, но чуть-чуть подешевле. И я позвонил много кому, чтобы проконсультироваться, покупать ли мне это лекарство. Но все эти много кто не ответили и не перезвонили на тот момент. И я решил бы не покупать. И поехал выступать. Потом выступил. И, ну, вообще, еще до того, как я выступил, мне позвонили и сказали, что, ну, в общем, непонятно как-то. Мне надо решать, хочу ли я это лекарство принимать. И еще мне сказали, что даже само действие платное можно попробовать сделать бесплатное. И оно, может быть, даже и не хуже. И я так, а, бесплатное и не хуже, чем платное. И потом я... А, кстати, когда я ехал еще туда на Ласточке, на быстром поезде, вручено. Там, в общем, я когда выходил, почти, там сначала прошел один контролер, потом другой. И я как-то так, хоп, прямо в их сторону так пошел. И у меня в итоге не проверили билеты. Но у меня билет был. Обычно, когда есть билет, очень хочется его показать. Вот. Но я решил, что выйду, потому что уже была моя остановка. И потом, в общем, что-то у меня... Ну, вот опять эти звуки жуткие. Я очень извиняюсь за жуткие звуки. Вот. А потом, когда я поехал обратно на Ласточке в Питер, я сел в своем рощино и просто улегся спать. И там идут контролеры и кричат, кто сел в рощино, кто сел в рощино. И проверяют билеты. Ну, я просто не хотел подниматься лишний раз, шевелиться. И опять у меня не проверили билет. У всех проверяют, а у меня нет. Но у меня он был. А потом я приехал, и оказалось, в общем, что этот конвертик с Рождеством, который я еще в Питере тут где-то с утра здесь где-то положил, он был не просто с открыткой. И, ну, на самом деле, на самом деле ко мне просто кто-то подошел и сказал, что, в общем, незнакомый человек принес конверт. И я так, ах, что? Его нельзя открывать. Там может быть газ или порошок какой-нибудь, которого коснешься. Или вдохнешь, или что-нибудь такое. То есть нельзя брать конверты у незнакомых людей. И мне говорят, что они там разговаривали, что вроде как человек как человек. Ну вот, мы открыли, а там какие-то деньги. Какие-то деньги. Много. Ну, как бы... Ну, не... Не на богатство, но на... Вот такое действие, например, мне бы хватило, если бы я платно что-то делал. И я теперь думаю, что... Что меня кто-то пытается заставить пойти это делать что-то платно. И... Вот у меня теперь такие мысли. И об этом я и думаю. Но уже поздно. И, наверное, хватит уже думать. Eso время нужно помещать. Ипохнешь. Опять же. Вот тогда. Это это сейчас. Хорошо?